Как развивался этот рынок применительно к российским эмитентам? Начало берет 1995 год и вплоть до 17 августа 1998 года, это дата, когда Минфин объявил дефолт по своим облигациям. Вот этот этап называют становление рынка. Первые еврооблигации были выпущены в 1995 году. По сути дела иностранные инвесторы знакомились с новым эмитентом, с российскими компаниями, с эмитентами из России. И относились к этому очень настороженно, очень сдержанно, потому что выходили какие-то не вполне для них понятные, незнакомые компании. Они опасались, и опасались, наверное, правильно, потому что в августе 1998 года Министерство финансов Российской Федерации объявило дефолт, так называемый технически выборочный дефолт по гособлигациям. И это привело к тому, что все еврооблигации российских компаний, они все резко пошли вниз, они очень сильно в цене потеряли. Но обратите внимание, Министерство финансов объявило дефолт не по еврооблигациям. Минфин объявил дефолт по российским, по рублевым облигациям, которые котировались в России на российском внутреннем рынке. Но вот мы с вами на одной из предыдущих тем уже обсуждали проблему риска и говорили про так называемый системный рыночный риск. Так вот, когда Минфин по каким-то облигациям перенес выплаты на более поздний срок, а вот это и называется дефолт, то рынок отреагировал следующим образом. Да, сегодня он объявил дефолт по российским рублевым облигациям, а завтра объявит дефолт и по еврооблигациям. И вот этот системный риск, он распространился сразу на все российские компании, на все российские еврооблигации. Как говорят, кризисы приходят, кризисы уходят. И вот второй этап, это вот резкое охлаждение рынка, которое произошло после этого дефолта с августа 98 года примерно до 2001 года. И после 2001 года рынок начинает восстанавливаться, возрастает доверие со стороны зарубежных инвесторов. И начинается третий этап развития этого рынка, который можно определить. Это рынок в течение шести лет, с 2002 года по 2008 год, когда был действительно очень высокий интерес к российским компаниям, к российским эмитентам. Это было связано с тем, что вот в этот период российская экономика развивалась очень высокими темпами. Мы росли в год примерно на 7-8 процентов. И вот за счет таких вот высоких темпов и финансовое состояние, финансовое положение компании тоже было достаточно устойчивым. К сожалению, в 2008 году начинается финансовый кризис, который потом перерастает в экономический кризис. Это опять, конечно, резкое охлаждение рынка. Это недоверие инвесторов вообще ко всем эмитентам, в том числе и к эмитентам из России. И в этот период, конечно, мало кто из российских компаний делал эмиссию еврооблигаций, потому что степень доверия была очень низкая. И зарубежные инвесторы требовали достаточно высокой доходности. Когда они тебе не верят, то недоверие, вот этот риск, они сразу за этот риск требуют более высокой процентной ставки. Острая фаза кризиса, будем говорить так, закончилась в 2009-2010 годах. И сегодня мы наблюдаем восстановление рынка. И вот на этом графике мы с вами можем видеть, это бурный рост рынка в 2005-2008 годах, потом кризис 2008-2009 годов, резкое охлаждение, и потом постепенное восстановление рынка. Как я уже говорил, рынок еврооблигаций развивается очень бурными, очень высокими темпами. Одним из привлекательных моментов рынка еврооблигаций является то, что там российские компании могут привлечь длинные деньги. В данной таблице показана временная структура российских еврооблигаций. Причем показаны два типа эмитентов. Это финансовый сектор, который в основном представлен банковским сектором, и не финансовый сектор, это предприятие реального сектора экономики. И мы с вами можем видеть, российские компании, которые выпускают еврооблигации, сегодня нет компаний, которые выпускали бы эти еврооблигации на срок менее трех лет. А половина выпущенных еврооблигаций выпускается на срок от шести до десяти лет. Вот действительно, вот здесь компании могут взять длинные деньги. Но некоторые российские компании выпускали и 30-летние облигации, например, Газпром. А уж если мы говорим про банки, то банк ВТБ и Газпромбанк вообще выпустили бессрочные облигации. И вот это действительно очень привлекательное свойство рынка еврооблигаций, где компании и банки могут получить по-настоящему длинные деньги, которых на российском рынке, к сожалению, найти очень и очень сложно. Какую же доходность приносят еврооблигации? Доходность для инвесторов, а для эмитента это издержки. И как мы видим, в общем-то и финансовый сектор, и предприятия реального сектора экономики привлекают денежные средства под достаточно низкие процентные ставки. Но, как я уже говорил, выходя на рынок еврооблигации, эмитент должен получить рейтинг по международной шкале. На сегодняшний день рейтинг России как государства по шкале агентства Standard & Poor's составляет BBB. И, как правило, рейтинговые агентства эмитентам из страны присваивают рейтинг не выше странового. Поэтому многие российские компании, имея хорошие финансовые показатели, имеют рейтинг BBB, то есть это на уровне странового. Риски самые низкие. И вы можете видеть, что для банков, которые имеют рейтинг BBB, деньги обходятся примерно 4,1%. А компании реального сектора экономики с рейтингом BBB, ну что это за компании? Это РЖД, это Газпром. Им дают деньги даже под более низкие проценты. Это 3,5%. И чем хуже рейтинг, тем выше процентная ставка. Когда рейтинг по международной шкале составляет одинарное BBB, то, в общем-то, одинарное BBB – это свидетельство высокого риска. А, соответственно, высокий риск – это и высокие процентные ставки. И для финансового сектора это составляет порядка 9%, для предприятий реального сектора – более 7%. Поэтому компании очень важно, вот выходя на рынок еврооблигаций, показать свое финансовое состояние и доказать, что компания финансово устойчива, и получить соответствующий рейтинг. Чем выше рейтинг, тем ниже процентные ставки. Второй инструмент долгового рынка капитала, который используется на международном рынке – это так называемые иностранные облигации. А иногда в каких-то книгах их называют международные облигации. Что это такое и чем они отличаются от еврооблигаций? Иностранные облигации – это те облигации, которые выпускаются нерезидентами на внутреннем национальном рынке той или иной страны. Соответственно, если, ну давайте возьмем такой пример, финансовый рынок Америки. И на этот финансовый рынок Америки приходит компания из Европы, скажем, компания Siemens, выпускает свои облигации. То вот компания Siemens на американском рынке, выпуская облигации, должна зарегистрировать выпуск у американского регулятора, это Security Exchange Commission, и представить всю документацию в соответствии с американским законодательством. И вот если она прошла все процедуры регистрации, компания Siemens и выпустит эти облигации на американском рынке. Чем привлекательны данные облигации? Почему, скажем, Siemens не привлекает деньги, выпуская облигации в своей стране? Почему идут на американский рынок? Вообще вот для иностранных облигаций наиболее привлекательными являются два рынка. Это американский рынок и японский рынок. В чем привлекательность? Первое. Любой эмитент стремится привлечь деньги под более низкие процентные ставки. Если компания видит, что на рынке какой-то конкретной страны процентные ставки находятся на низком уровне, и этот эмитент может пройти процедуру регистрации облигаций по национальному законодательству данной страны, есть смысл выпускать облигации на данном рынке. И вот чем привлекательен рынок Японии? Это то, что там действительно очень низкие процентные ставки, которые держатся на таком низком уровне уже в течение многих-многих лет. И тогда иностранной компании выгодно выйти на японский рынок и взять дешевые деньги. Второе. Чем привлекательен американский рынок? Это громадный по объему финансовых ресурсов рынок. Большие масштабы рынка. И когда эмитенту в своей юрисдикции, в своей стране, вот такой большой объем разместить сложно, потому что рынок узкий, рынок маленький, тогда есть смысл выходить вот на эти глобальные рынки. Спрос со стороны инвесторов колоссальный. И вот в этом случае можно разместить облигационные займы большого объема. Третья привлекательность зарубежного рынка для нерезидентов – это возможность выпускать облигации на длительные сроки. Скажем, в Соединенных Штатах Америки примерно четверть всех финансовых активов сосредоточены в американских негосударственных пенсионных фондах. А что такое негосударственный пенсионный фонд? Вот там по-настоящему длинные деньги, которые ждут, когда человек выйдет на пенсию. Если человеку сегодня 20 лет, и компания за него делает взносы в негосударственный пенсионный фонд, а человек на пенсию будет выходить в 65 лет, то посмотрите, в течение 45 лет эти деньги не могут быть изъяты из этого негосударственного пенсионного фонда. И вот тут можно действительно взять очень длинные деньги. Черта привлекательности, скажем, американского рынка – это наличие широкого круга институциональных инвесторов. На американском рынке есть и инвестиционные фонды, которые называются mutual funds, есть хеш-фонды, есть банки, есть негосударственные пенсионные фонды, есть страховые компании. То есть вот эти вот институциональные инвесторы обладают, во-первых, большими объемами финансовых ресурсов, и во-вторых, они готовы покупать долгосрочные облигации. Если на национальном рынке вот таких вот финансовых институтов мало, их круг очень узок, то тогда и сложно будет разместить вот на национальном рынке эти облигации. Когда круг институциональных инвесторов очень широкий, то вывоз проходит более удачно под более низкие процентные ставки. И последняя позиция – это то, что вывозкая облигации, скажем, на том или ином рынке, я имею в виду здесь, это, конечно, американский рынок, это возможность вывозка новых инновационных продуктов. Финансовый рынок США во многом – это лаборатория, где регулярно появляются какие-то новые финансовые инструменты, которые еще в Европе, скажем, не прижились, к Европе еще не привыкли. И вот если этот финансовый инструмент привлекателен для имитента, и на национальном рынке таких финансовых инструментов нет, то эти финансовые инструменты можно выпустить, скажем, в тех странах, где финансовые инновации получили развитие. Еще раз повторюсь, это, конечно, прежде всего финансовый рынок Америки. Если мы посмотрим теперь на американский рынок, то, скажем, если американская компания выпускает облигации, ну, скажем, компания General Electric выпускает облигации на американском рынке, то это попадает в категорию «это корпоративные облигации». А вот если какая-нибудь европейская компания будет выпускать на американском рынке облигации по американскому законодательству, то вот эти облигации будут называться международными облигациями. И во многих странах вот таким вот международным облигациям, или, как мы их называем, иностранным облигациям, которые выпускают иностранные имитенты, присваиваются очень яркие, броские названия. Например, в Соединенных Штатах Америки такие облигации называют «янки». Если иностранная компания выпускает облигации на японском рынке, у них название, которое характеризует национальные особенности Японии, это вот эти облигации называют «самураи». В Испании это «матадоры», в Великобритании эти облигации называют «бульдоги». Мне нравится, как называют такие облигации, которые выпускаются в Голландии. Они, как любители искусства, их называют облигацией «рембрандт». Итак, коллеги, мы с вами познакомились с долговым рынком международного капитала и рассмотрели два финансовых инструмента – это еврооблигации и международные облигации. Далее мы с вами будем рассматривать второй сегмент международного рынка капитала – это депозитарные расписки на акции тех или иных имитентов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова